Библейский портал экзегет.ру представляет Книга «Деяния апостолов» я читаю для библейского портала «Экзегет» Перевод международного библейского общества Ну, такой не самый, может быть, интересный, но достаточно качественный перевод И мне хочется познакомить заодно слушателей вот этих материалов «Экзегета» С разными русскими переводами, тем более, что он сделан довольно неплохо То есть он вполне качественный К сожалению, его знают довольно мало Синодальный все-таки довольно тяжелый В книге «Деяния» это хорошо ощущается А, скажем, перевод российского библейского общества, мне кажется, местами вульгарен И я не очень его хочу цитировать Книга «Деяния» с автором все просто Вот, наконец, у нас книга, автор, который никогда ни у кого не вызвал сомнений Апостол Лука Совершенно тот же стиль Собственно, это второй том Это вот собрание сочинений в двух томах Первый том Евангелия от Луки, второй Деяния, очень логично Книга «Деяния» продолжает Евангелие Евангелие — это история земной жизни Христа Его воскресения, до Вознесения А Деяния — это после Вознесения Христа, как человека на этой земле, нет, уже не будет А апостолы его есть Вот они вместо него Как начинается церковь? В этом смысле книга уникальная Интересно, что ни один из евангелистов не решил написать продолжение к Евангелию Сиквел, как сегодня принято говорить о Лука, решил Почему? В Евангелии же самодостаточная вещь Вот прочитал Евангелие, и в принципе уже все понятно Но я так не считаю Смотрите, Евангелие — это история Иисуса Христа, да Но мы не он, и мы не можем это взять и повторить А что изменилось в мире после того, как эта история состоялась? Вот церковь, мы говорим, а что это такое церковь? Откуда она взялась? Почему она существует? Вот проповедь, а как это делается? Вот там община, братская жизнь, а что это? Вот Лука об этом пишет Нет, об этом пишет не только Лука, об этом пишет, в общем-то, каждый автор посланий У Павла особенно много, естественно, этих посланий, этого материала Но он говорит изнутри, да Он обращается к людям Павел или другой апостол, написавший послания И говорит им, вот у вас там так, так, давайте мы с этим разберемся Вот я вам это советую, а здесь я прямо приказываю, а тут настаиваю, а тут вместе подумаем Но это диалог, да А деяние к внешним обращено И деяние исторический труд он показывает, как получилась церковь Конечно, не просто и хронология ее Но рассказ о сути И в этом смысле книга деяния очень интересно читать, пытаясь понять, почему Лука отобрал то или это Ну, про Евангелие-то понятно Вот в жизни Иисуса в ней есть значимые события Там последняя неделя, конечно, она расписана очень подробно А период детства только Лука и упоминает один раз, бегло один эпизод Но с деяниями гораздо сложнее, потому что событий моря, апостолов много Он некоторых здесь даже не упоминает А других, прежде всего, о том самом Павле, пишет долго и подробно Почему? Вот давайте попробуем, читая деяния, обращать на это внимание Почему Лука из всего множества материала отбирает именно эти эпизоды Иногда очень мелкие, прям совсем незначительные Иногда комедийные даже Иногда какие-то чуть ли не этнографические Да, вот где-то они путешествуют, что-то там произошло Галаты перепутали апостолов со своими богами Но это же анекдот Зачем об этом говорить, да? Попробуем понять вот с этой точки зрения книгу деяний Что нам хочет сообщить Лука, евангелист Лука Ну, сначала он хотел не нам, а читателям первого века Но мы немножко другие, все равно в том же положении В моем первом представлении Феофил Я написал обо всем, что Иисус делал, и чему он учил от начала До того дня, когда, дав через святого духа повеление Избранным им апостолом, он вознесся на небеса Ну, это он описывает краткое содержание Евангелия, да? Первого своего тона После своего страдания он представал перед этими людьми живым Со многими доказательствами Лука историк, ему важно, что это не просто чья-то фантазия Не просто чья-то там картина мира Это вот засвидетельствованная вещь Иисус являлся им в течение сорока дней И говорил о Божьем царстве Однажды, обедая вместе с ними Он велел им не покидать Иерусалим И нуждать обещанного отцом Это то, о чем вы слышали от меня Потому что Иоанн крестил водой А вы через несколько дней будете крещены Святым Духом То есть, все, что происходит дальше Входит в божественный замысел По непосредственному велению Иисуса Это не просто Кружок последователей, которые сидят и думают Ну, а чем бы нам теперь заняться? О, давайте Начнем проповедовать Нет Это продолжение той же самой Евангельской истории Прямое Когда ученики собрались вместе Они спросили его Господи, не настало ли время Тебе восстановить царство Израиля Очень понятный вопрос Мессия пришел к своему народу Вот, здорово Давай римлян прогоним Давай установим могучее царство Там подчиним всех недовольных Завоюем всех язычников Будет у нас своя маленькая империя Ну, Господи, на тебя же это по силам Ты из мертвых воскрес вообще О чем тут говорить Пора уже, мне кажется, да? Он сказал, мне ваше дело Знать времена и сроки Которые Отец установил своей властью Когда на вас сойдет Святой Дух Вы получите силы И будете моими свидетелями в Иерусалиме По всей Иудеи, в Самаре и до края земли Что делает христианин? Завоевывает великую империю во имя Христа? Язычников убивает или обращает? Нет Это все Отец установил свою власть В времена и сроки Язычник Он объект свидетельства Он объект проповеди Свидетель это кто? Тот, кто рассказывает То, о чем знает лично Не врет И, собственно, апостол это Свидетели Иисуса Которые идут по Всей земле Начиная с Иерусалима, святого города Иудеи Страны в которой он Самарии, соседней страны И дальше до края земли Вот главная роль Сказав это Он на их глазах Был поднят ввысь И облако скрыло его От их взглядов Вот Вместо До свидания Да Нет бы ободрить Нет бы сказать Что все будет хорошо Да не будет хорошо Все будет довольно плохо Но все будет осмысленно И смысл вот Ваше дело Проповедовать Быть свидетелями Иисуса Они пристально смотрели В небо Пока он поднимался Еще бы Да Уходит учитель Как не проводить Его взглядом В надежде Что может передумает Вернется Нам так с ним было хорошо Как вдруг Рядом с ними Оказались два человека В белых одеждах Галилея не сказали Они Что вы стоите И смотрите в небо Этот Иисус Который был взят От вас в небеса Придет точно таким же образом Каким вы видели Его возносящимся Второе пришествие И нечего смотреть в небо Нечего ждать Мистических переживаний Какого-то откровения Чудес, знамений Во время жизни Иисуса Сколько всего этого было Ваше дело Свидетельствовать Он вам об этом сказал Займитесь этим После этого Они возвратились в Иерусалим С горы Называемой Елеон Но это Масличная гора Рядом с городом Которая находится На расстоянии Субботнего пути От Иерусалима Субботний путь Было правило Согласно которому Нельзя Иудею проходить В субботу Больше Определенного расстояния Две тысячи шагов Ну километр с небольшим Да Это нарушение субботы Вот Совсем рядом Эти десять минут Придя они поднялись В верхнюю комнату И там оставались Петр, Иоанн, Иаков И Андрей, Филипп, Фома Варфоломея, Матфей Иаков, сын Алфея Симон Зилота Иуда, сын Иакова Именно апостолов Все они постоянно Собирались для молитвы С ними были Несколько женщин То есть Никакого вот Эксклюзивизма Да, вот только мы Одиннадцать Больше никого не пустим И женщины были А также Мать Иисуса Мария И его братья Братья Ну в традиционном Православном И католическом понимании Дети Иосифа Супруга Мария От первого брака Может быть Можно в них видеть Еще и родственников Более дальних Там двоюродные И троюродные Все-таки Семьи были Очень такие Широкие В них входили Не только Мама, папа И дети Но и ближайший Круг родственников То есть Вот Апостолы Они не отделены Забором Каким-то А вот Все, кто хотел Пришли Ну и Одиннадцать Просто это Костяк В те дни Петр Встал посреди верующих В собрании Было около Ста двадцати Человек Ого Одиннадцать апостолов Стало быть Больше ста Вот этих самых разных Людей Мужчин и женщин И сказал Братья Должно было Исполниться писание Где святой дух Предсказал через Давида Об Иуде Который вел тех Кто шел арестовать Иисуса Ну что сказать О предателе Да Вот допустим Есть у нас предатель До сих пор Вот у нас Там вспоминают Какого-нибудь генерала Власова Который армию возглавил На стороне нацистов Воевавшую И как его ругают А Петр Абсолютно Никакой злобы Петр говорит Это же должно было быть так Это же пророчество То есть ничего удивительного нет Он не оправдывает Иуду Но он и не фиксируется На ненависти к нему Как к личности Да Очень часто мы Вот в эту развилку попадаем Либо оправдываем зло Либо Стремительно и яростно Обличаем Злодея Да А Петр А Петр говорит Да нет Все Все как должно быть Вот он принимает Реальность Какой она есть Не Одобряя Естественно Зла Иуда Иуда был одним из нас И принимал участие в служении Которое мы совершаем На деньги Полученные за совершенное им зло Он купил поле Но упав вниз головой Он разбился Его внутренности И вывели снаружи Ну вот В Евангелии от Матфея Несколько иная версия Да Он там повесился Пытаются это согласовать Тоже Может быть он повесился А потом упал И внутренности выпали Да То есть Или это какие-то Параллельные рассказы Может Петр не очень точно знал Я вот не вижу в этом Ничего скандального Важно Что Это была смерть Которая Ну Позорная и отвратительная И которая стала Публичным Событием Об этом узнали Все жители Иерусалима И прозвали поле На своем языке Акелдама То есть поле крови Ведь в книге псалмов Написано Пусть его жилище Будет в запустении Пусть никто там Больше не живет И пусть другой Займет его должность Это цитата Из псалтири Действительно И вот смотрите Что бывает Когда люди мыслят Священным писанием Апостол Петр В данном случае Он просто находит В писании Строки Которые подходят К данному случаю Не всегда Они сюжетно совпадают Но По смыслу Да Пусть другой Займет его должность То есть смотрите Кто-то отпал Значит нужен другой Значит не в Риме Проклятием Проповедем Каким-то на тему Фу какой он гадкий Они получили поручение У них каждый человек На счету У них нету Лишних вакансий Вот А этот ушел И ладно И не важно Им нужно срочно Заполнить эту пустоту Как в строю Да Тогда не Огнестрельное оружие Было Холодное Поэтому Стоит там Строй воинов Один Допустим Дезертировал В строю дырка Надо заполнить Да Без этого Строй Не выстоит Поэтому нам Необходимо Выбрать одного Из тех людей Кто сопровождал Нас все то время Пока Господь Иисус был Среди нас Начиная от крещения Иоанна До того дня Когда Иисус Был взят от нас То есть Вознесение Он также должен был Быть как и мы Свидетелем Его воскресения То есть Раз Свидетель То свидетель Это не просто Человек Который хочет И может Говорить об Иисусе Так их полно А тот Кто действительно Говорит о своем опыте Очень интересно Что в Деяниях Апостолов Будет главный герой Который Не подпадает Под это определение Вообще Никак Это Павел Саул И Старса Он не был С Иисусом Вообще ни одного дня Земной его жизни Не был свидетелем Воскресения И стал апостолом То есть Смотрите Книга Дени Как бы заранее Нас предупреждает Есть разные Роли Есть разные Задачи Есть разные Пути Есть вот путь Такой Петр говорит Вот кто у нас Там был с самого начала Кто с нами ходил Кто все видел Кто все помнит Кто надежный человек А есть Павел Который говорит А я не был Не ходил Не видел Но я тоже хочу И результат его деятельности Гораздо больше Чем вот у этого Избранного Сейчас мы его Прочитаем Апостола Предложили двоих Иосифа Которого еще называют Варсавой И Илеустом И Матфея И помолились Господи Ты знаешь Сердце каждого Укажи на одного Из этих двоих Кого ты избрал На это служение Быть твоим апостолом Вместо Иуда Который ушел Куда ему было суждено Потом они бросили И жребий И жребий И жребий И был причислен К одиннадцати апостолам Смотрите Не голосование Могла бы быть Предвыборная борьба Между двумя кандидатами Речи Выступления Потом голосование Потом кто-то Оспорит голосование Нет Они всерьез верят Что Господь избирает Вот например Патриарх Тихон Святейший Был избран Собором Семнадцатого Семнадцатого Годов Жребием Он не был Даже самым Популярным Кандидатом Но оказался потом Очень Таким вот Правильным Патриархом Для своего времени Своего периода То есть А если Богу доверяют Сделать выбор Он его сделает Лучше человека Но для этого Нужно доверять Да вот Для этого нужно так Чтобы Никто не сомневался Что жребий Будет честно разыгран Что там не окажутся Какие-то вот Такие жребия Из которых Только один Может выпасть Да И вот это Такое вот Младенчество Церкви Да Вот Иисуса уже нет Они принимают Первое решение Иисуса нет С ними Как человека Да Вот Он не может им Сказать А вот этот Будет с нами Да Вот им нужно Самим решить Но они доверяют Это решение ему Пусть через жребий Дальше они будут Сталкиваться Со множеством Трудных выборов Книг Деяне во многом Именно об этих выборах Которые они делают Как строить церковь Как свидетельствовать Это же можно делать Очень по-разному Никто до сих пор Этого не делал Это новое что-то И вот они Это будут решать И книга Будет говорить О том Как С одной стороны Это действие Бога в этом мире Через этих людей Вторая глава Особенно подробно Об этом А с другой стороны Как это действие Людей ради Бога В этом мире И вот как эти два начала Сочетаются Как это действие Продолжение следует...